Боже, Боже, мы так не выживем, ты понимаешь, без цели, ради которой нам стоит жизнь. Ну какой смысл выживания? Смысл? Самому выживанию? Нет, Мойша, без духовности нам здесь не выжить. Штруки! Ты пойми, каждый из нас, ты, я, каждый из нас, мы нам вените цель, смысл, ради которой стоит жить. Я совсем ослаба. Скоро меня поведут к лиматоре. Нет, 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 завтра, завтра ты вездаешь, завтра ты вездаешь, тебе дадут еще один день, ты возьмешь и поправишься, день-то еще не кончился. Вечера превращусь в пепел. Нет, ты держишься, Кириллосики. В безразличном лучшем случае, что еще остается человеку, который не может бракать? Многое, многое остается больше. И каждая минута, даже минута перед смертью, она ценна, потому что... Перестань, перестань, Листоф. Ты говоришь, человеку есть плохие крови в последний раз, и сто же год. Я надеялся, что вышел, но этого не случится. Нет, 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 больше, после войны, после войны, я с тобой пойду. Мы найдем твою жену, мы найдем твою жену, обязательно, я ей расскажу, какой ты тут человек, что ты делал для нас, как тебя все убили. Как я тебя убил. Моя жена давно жива. Ты не можешь это узнать. Твоя тоже. Не надо говорить с тяжестью. Ну с чего? Скажи мне, с чего это две евреи без особых талантов должны были выжить? Для чего оставлять их живым? А может быть они встретили какого-нибудь доброго немца, который их звался? Опять о нем. Ты помнишь того скрипача? Опять не о нем. Твой скрипач тоже создавал этот ад для нас. Да, но он был хорошим человеком. Он не был хорошим, Виктор, не для евреев. Лучше возьми мои потеньки. Вот они точно хорошие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.